Ну а на выборах в Германии празднуют победу Ангела Меркель, правда пока только на местных. Христианские демократы лидируют в земле Шлезвин Гольштейн. Почему эта победа имеет политическое значение для всей страны? Подробнее расскажет Татьяна Лагунова. Ангела Меркель празднует победу двойную. Мало того, что христианские демократы выиграли местные выборы, так еще и с таким результатом, что теперь могут сменить власть в одной из земель. Вместо премьера СДК руководить в Шлезвих Гольштейне. Теперь будет представитель Христианско-демократического союза. Казалось бы, что здесь такого выиграли и выиграли новость местного масштаба. Но когда страна на пороге выборов парламентских, голосования в землях рассматривают не иначе, как их генеральную репетицию. Такой себе замер политической температуры по стране. Мы хотим выиграть также парламентские выборы в сентябре, чтобы Ангела Меркель и дальше оставалась канцлером Германии. То, что региональный проигрыш может иметь последствия в национальном масштабе, понимают и в лагере социал-демократов. Я разочарован, так же, как и все мы. Это необычайно грустно. Чтобы не грустить, после выборов парламентских, СДК срочно разрабатывают новую предвыборную стратегию. И соцопросы, и земельные выборы уже показали. Ангеле Меркель не страшен так называемый эффект Мартина Шульца. И если не случится ничего непредвиденного, она легко выиграет выборы и останется на четвертый срок. Непредвиденное это вмешательство третьих сил и попытки манипулировать общественным мнением. После хакерской атаки против уже новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона за день до второго тура выборов заволновались и немцы. Все крупные демократические партии должны защитить себя от возможных попыток повлиять на результаты парламентских выборов. Нужно подготовиться как к штабам, так и к государству. Необходима государственная поддержка, например, со стороны федерального ведомства по защите Конституции. Впрочем, сама канцлер уже заявила, возможных манипуляций не боится. Дескать, немцы достаточно умны, чтобы на них не поддаваться. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.